никола тесла все сделано из света великий и загадочный тесла радикально опередил человечество просветленный ученый в жизни был крайне необычным и веселым в общении ход его мысли завораживал ставил в тупик давал материал для внутреннего развития о его открытиях сказано уже столько что сегодня о них не будет произнесено ни слова вместо этого давайте попробуем открыть для себя его личность характер манеру вести диалог для этого мы перевели большое интервью которое сербский гений дал на сорок четвертом году своей жизни в 1899 репортеру существовавшего тогда в америке журнала бессмертие джону смиту разговор состоялся в лаборатории теслы в колорадо спрингс мистер тесла вы приобрели славу человека который проник в космические процессы кто вы мистер тесла это интересный вопрос мистер смит я попробую дать вам правильный ответ говорят что вы родом из хорватии из провинции лика что выросли среди деревьев камней и звездного неба говорят что ваш родной город назван в честь горного цветка и что дом в котором вы родились расположен рядом с лесом и церковью все так и есть я горжусь своим сербским происхождением и хорватской родины футуристы говорят что 20 и 21 век были рождены в голове николы теслы они поют гимну индукционному мотору и называют его создателя охотником который поймал свет из глубины земли в свои сети и воином который поймал огонь с небес он считается отцом переменного тока который позволит физике и химии править миром промышленность объявит его своим высшим святым банкиром для величайшей благотворительности в лаборатории николы теслы впервые был расщеплен атом был создан прибор создающий сейсмические вибрации там же были открыты первые черные космические лучи пять раз будут молиться ему в храме будущего потому что он передал им величайший секрет кроме четырех стихий эмпидокла существуют еще жизненные силы эфира да это мои самые важные открытия хотя я и повержен я не достиг величайший из своих целей что же это за цель мистер тесла я хотел осветить всю землю существующего электричества было бы достаточно для того чтобы сотворить второе солнце свет появился бы вокруг экватора как кольцо вокруг сатурна но человечество еще не готова для величия в колорадо спрингс я сделал землю плодородной при помощи электричества мы также можем распространять другие энергии например позитивную мысленную энергию содержащуюся в музыке баха или моцарта в стихах великих поэтов недра земли полны энергии радости мира и любви она выражается к примеру через цветок который растет через еду которая проходит в виде растений а также через все что делает землю домом для человека я проводил годы наблюдая как эта энергия воздействует на людей красота и аромат роз может быть лекарством а солнечные лучи едой жизнь существует в бесконечном количестве форм и задача ученых найти ее во всех формах материи в этом отношении необходимы три вещи все что я делаю ищу их я знаю что я их не найду но я не оставлю поисков что это за три вещи первая задача это еда какая энергия звездная или земная могла бы прекратить голод на земле чем утолить жажду чтобы оживить сердца людей и привести их пониманию того что они боги вторая задача уничтожить силы зла и страдания которые управляют жизнью человека иногда они появляются как эпидемия в глубине космоса в этом веке заболевание распространилось от земли во вселенную третий вопрос существует ли избыток света во вселенной я обнаружил звезду которая согласно законам астрономии и математики могла исчезнуть ничего бы не изменилось эта звезда находится в нашей галактике ее свет может быть выпущен в такой плотности что он поместится в сферу меньше яблока по объему но при этом эта сфера будет тяжелее всей солнечной системы религии философы учат что человек может стать христом буддой заратустра то что я пытаюсь доказать революционно и почти непостижимо а именно что каждый человек уже рождается таким как христос будда заратустра я знаю что гравитация воздействует на все я должен взлететь но я не намереваясь строит летательный аппарат самолет или ракету я хочу чтобы люди осознали что у них есть собственные крылья я также пытаюсь пробудить энергию сосредоточенную в воздухе существует множество источников энергии то что считается пустым пространством это лишь материя которая еще не проснулась не существует пустого пространства ни на земле не во вселенной черные дыры о которых говорят астрономы самые мощные источники энергии и жизни в окно вашего номера который находится на 33 этаже отеля вальдорф астория каждое утро прилетают птицы человеку следует быть чувствительным птицам из-за их крыльев человек когда-то тоже обладал ими реальными и видимыми вы не прекратили летать с тех далеких дней в смели ней журналист вспоминает случай из детства теслы я хотел полететь с крыши но упал расчеты ребенка могут быть неверными помните что крылья юности хотят иметь все в жизни вы когда-нибудь были женаты нет сведений о том чтобы у вас были отношения с какой-либо женщины хотя на фотографиях видно что в молодости вы были привлекательным мужчиной да я не был женат есть два подхода либо человек сильно привязывается либо не привязывается вовсе среднее положение служит воспроизведению человеческой расы жизнеспособность и дух одних мужчин женщины питают и усиливают одиночество делает то же самое для других мужчин я выбрал второй путь ваши поклонники жалуются что вы атакуете относительность они находят странным ваше заявление о том что в материи нет энергии все наполнено энергией так где же она сначала была энергия потом материя мистер тесла это то же самое когда вы сказали что были рождены от вашего отца они от самого себя именно как насчет рождения вселенной материя создана изначальной и вечной энергии которая нам известно как свет она светила и звезды планеты человек и все на земле и во вселенной появлялась материя это выражение бесконечных форм света потому что энергия старше и существует четыре закона творения первый ум не может постичь или математически измерить источник того в чем заключена вся вселенная второй закон присущ расширяющийся темноте которая есть истинная природа света и непостижимым образом преобразуется в свет третий закон необходим для преобразования света в материю четвертый закон таков нет ни начала ни конца три предыдущих закона действуют постоянно и творение вечно в своей враждебности к теории относительности вы заходите так далеко что проводите конференции против ее создателя на вечеринке по случаю вашего дня рождения помните пространство не искривлено но человеческий мозг не может воспринять бесконечность и вечность если бы относительность была отчетливо понята ее создателем он бы обрел бессмертие даже физически если бы ему так захотелось я частица света и эта музыка свет наполняет все мои шесть чувств я вижу слышу осизаю ощущаю вкус запах а также думаю обдумывание это мое шестое чувство частицы света ноты молния может быть целой сонатой тысячи шаровых молний это концерт для такого концерта я создал такую шаровую молнию которая может быть слышно на ледяных пиках гималаев насчет пифагора и математики ученым не следует посягать на них числа и уравнения знаки отмечающие музыку сфер если бы энштейн услышал эти звуки он бы не создал теорию относительности эти звуки послание уму о том какая жизнь имеет смысл о том что вселенная существует совершенной гармонии и ее красота причина и следствие творения эта музыка вечный цикл звездного неба мельчайшая звезда совершает свое образование и это также часть небесной симфонии биение сердца человека часть симфонии земли ньютон понял что секрет в геометрическом расположении и движение небесных тел он признал что высший закон гармонии существует во вселенной искривленное пространство это хаос хаос это не музыка эйнштейн вестник эры шума и неистовства мистер тесла вы слышите эту музыку я слышу ее все время мое духовное ухо также велико как небо которое мы видим над нами я усилил свое природное ухо радаром согласно теории относительности две параллельные прямые пересекутся в бесконечности поэтому искривленность энштейновского пространства выпрямится однажды созданный звук длится вечно для человека он может исчезнуть но он все же существует в тишине которая является величайшей силой человека нет я не имею ничего против мистера энштейна он добрый человек и сделал много хороших дел часть из которых станет частью музыки я собираюсь написать вам и постараться объяснить что эфир существует и что его частицы это то что приводит вселенную гармонии а жизнь к вечности расскажите пожалуйста какие условия ангел соблюдает на земле у меня их 10 я запишу все ваши слова дорогой мистер тесла первое требование это высокая степень осознания своей миссии и работы которые необходимо произвести это должно пусть и туманно существовать в течение первых нескольких дней давайте опустим ложную скромность дуб знает что он дуб куст рядом с ним знает что он курс когда мне было 12 я знал что доберусь до ниагарского водопада самого детства я знал о большинстве открытий которые совершу несмотря на то что это было неотчетливо второе условие это решительность все что я смог я завершил какова третья установка мистер тесла быть проводником всех жизненных и духовных энергий которые действуют проводить очищение потребностей и намерений которые есть у человека на этом пути я не потерял ничего я только выиграл так что я наслаждаюсь каждым днем и каждой ночью запишите никола тесла был счастливым человеком четвертое требование настроить физическое тело на работу что вы имеете в виду мистер тесла во-первых сохранять целостность человеческое тело совершенная машина я знаю свое устройство и знаю что хорошо для него еду которую едят почти все люди я считаю вредной и опасной иногда мне кажется что все повара мира состоят в заговоре дотроньтесь до моей руки она холодная до кровообращение может быть контролируемого также как многие процессы внутри и вокруг нас почему вы напуганы молодой человек марк твен написал таинственного незнакомца прекрасную книгу о сатане будучи вдохновленным вами слово люцифер более чарующие мистер твен любил шутить когда я был ребенком однажды я выздоровел читая его книги когда я рассказал ему об этом во время нашей встречи он был так тронут этим что заплакал мы стали друзьями и он часто приходил ко мне в лабораторию он как-то попросил меня показать ему машину чьи вибрации вызывают ощущение счастья это было одно из тех изобретений как развлечение которое я люблю время от времени делать я предостерег мистера твена не оставаться долго под воздействием этих вибраций он проигнорировал предупреждение и остался под воздействием дольше закончилась тем что ему срочно пришлось убежать в туалет это было очень смешно хотя я был серьезен но чтобы привести физическое устройство соответствие помимо еды очень важен сон после долгой изматывающей работы требующие сверхчеловеческих усилий организм может быть полностью восстановлен за час сна я приобрел способность управлять сном засыпать и просыпаться в установленное время если я делаю что-то чего я не понимаю я стараюсь настроиться на то чтобы получить ответ во сне пятое условие это память возможно для большинства людей мозг хранитель знаний о мире и знаний полученных в течение жизни мой мозг вовлечен в процессы гораздо более важные чем запоминание он собирает то что необходимо мне в данный момент а это всегда находится вокруг нас нужно только обратиться к этому все что мы однажды увидели услышали прочли и узнали сопровождает нас форме частиц света для меня эти частицы послушны будучи студентом я выучил фауста гетте мою любимую книгу на немецком и сейчас я могу воспроизвести ее свои изобретения я держал в голове годами прежде чем обнародовал их вы часто упоминаете силу визуализации именно визуализации я обязан всем что я изобрел события моей жизни и мои изобретения были визуализированы мною также явно как любое реальное явление в юности я этого боялся так как не мог это объяснить но позднее я научился применять эту силу как исключительный талант или дар он питал и защищал меня я также делал корректировки своих изобретений с помощью визуализации а потом доделывал их в реальности следуя этим видением визуализируя я мысленно решал сложные математические уравнения за этот дар в тибете я наверняка получил бы статус высшего ламы мои зрения и слух совершенные я осмелюсь сказать что они сильнее чем у других я слышу гром 150 километров от меня я вижу в небе оттенки которые не видят остальные эти расширенные способности видеть и слышать присутствуют у меня с детства далее развивал их осознанно в юности вы были несколько раз тяжело больны является ли болезнь также неотъемлемым условиям до часто это результат истощения жизненных сил но также часто болезнь является процессом очищения ума и тела от токсинов которые в них накопились человеку необходимо страдать время от времени источник большинства болезней дух при этом дух может и излечить практически все болезни когда я был студентом я заболел холерой которая охватила район лика я выздоровел лишь тогда когда мой отец наконец согласился разрешить мне изучать инженерное дело которое я считал целью своей жизни видение для меня были не болезнью а возможности ума проникать за пределы трех земных измерений у меня были видения всю жизнь я получал их также как происходят все феномены вокруг нас однажды в детстве я гулял в до реки с моим дядей и вдруг сказал сейчас из воды появится форель так и произошло испуганный и удивленный мой дядя воскликнул воды рейтро сайтан он был образованным человеком и знал латынь я был в париже когда увидел смерть моей матери в небе полном света и музыки плыли облака образуя прекрасные силуэты в одном из них я увидел черты моей матери которая смотрела на меня с бесконечной любовью как только это видение исчезла я понял что моя мать умерла какова седьмая установка мистер тесла знание как трансформировать мысленную и жизненную энергию в то чего мы хотим и обрести контроль над своими чувствами индусы называют это кундалини йогой это знание может быть усвоено для чего понадобятся годы или она просто может быть получено от рождения эти энергии находятся в теснейшей связи с сексуальной энергией которая является одной из наиболее распространенных во вселенной женщина является величайшим похитителем этой энергии а следовательно и духовной силы я всегда знал это поэтому был осторожным из себя самого я создал то что хотел мыслящую и духовную машину назовите следующую установку мистер тесла делать все наилучшим образом каждый день в любое время не забывать кто мы и зачем мы есть на земле существуют особые люди которые борются с болезнями лишениями или обществом которое ранит их своей глупостью невосприимчивостью преследованием и другими проблемами которыми она переполнена на земле много падших ангелов продолжайте мистер тесла следующее условие самое важное напишите в вашем журнале что мистер тесла играл он провел всю свою жизнь играючи и наслаждался этим что наша а что касается ваших заключений или вашей работы это тоже игра да дорогой мальчик как сильно я хотел поиграть с электричеством я содрогался когда слышал историю о греке который украл огонь ужасная история разве могло быть так что у зевса не осталось достаточно молнии грома это недоразумение молния самая прекрасная игрушка которую только можно найти не забудьте выделить в тексте что никола тесла был первым человеком который обнаружил лучи мистер тесла вы говорите об ангелах и их приспособление к жизни на земле на самом деле это одно и то же вы можете написать следующее он осмелился взять на себя прерогативы индры зевса и перуна вообразите одного из этих богов в черной ночной рубашки котелке и белых хлопковых перчатках за приготовлением лучей огня и землетрясений для элиты нью-йорка читатели наши газеты любят юмор но мне неловко говорить что ваши открытия имеющие огромную ценность для людей были лишь игрой много это омрачит дорогой мистер смит проблема в том что люди воспринимают все слишком серьезно если бы они этого не делали то жили бы счастливее и намного дольше китайская пословица гласит что серьезность сокращает жизнь но для того чтобы читатели не помрачнели давайте вернемся к вещам которые они считают важными они бы хотели узнать о вашей философии жизнь это ритм который должен быть понят я чувствую этот ритм и позволяю ему меня вести это замечательно и это дало мне те знания что у меня есть все живое находится в глубоких и великолепных взаимоотношениях человек и звезды амебы и солнце сердце и циркуляция бесконечного числа миров эти связи нерушимы но они могут быть приручены успокоены и могут создавать новые взаимоотношения в мире не нарушая старых знания приходит из космоса наше видение совершенно у нас есть две пары глаз земные и духовные пусть вторые станут основными вселенная живая во всех своих проявлениях как думающие животные камень такое же думающие и чувствующие существо как растение зверь или человек сияющая звезда просит чтобы ее заметили если бы мы не были настолько поглощены собственной персоной мы бы поняли ее язык и ее послание дыхание глаза и уши человека должны наполнить дыхание глаза и уши вселенной в ваших словах я как будто слышу буддистские тексты все верно это всеобщее знание истина который человек всегда обладал согласно моим чувствам и опыту вселенная единая субстанция и высшая энергия имеющая бесконечное число выражения жизни самое лучшее это то что открытие одного секрета природы делают доступным другой они не могут быть спрятаны они все вокруг нас но мы слепы и глухи к ним но если мы открыты они приходят к нам существует много яблок но только ньютон ему понадобилось всего одно яблоко упавшая перед ним я задам вам вопрос который должен был быть задан в начале этой беседы чем было электричество для вас дорогой мистер тесла все есть электричество сначала был свет бесконечный источник из которого возникает материя распространяющаяся во все формы которые представляет вселенная а также земля во всех аспектах ее жизни истинное лицо света темная мы просто его не видим она благосклонна по отношению к человеку и остальным существам каждая его частичка обладает силой света тепла ядерной энергии радиации химической механической и остальных энергии пока не определенных она обладает мощью создавать землю с ее орбитой это настоящий рычаг архимеда рычаг момент силы мистер тесла вы чересчур пристрастны к электричеству я и есть электричество или если вам так понятнее я свет в человеческом обличии вы тоже электричество мистер смит просто вы не осознаете этого это и есть объяснение тому что у вас есть способность выдерживать разряды в миллион вольт проходящие сквозь ваше тело представьте себе садовника которого атаковали травы вообще это было бы безумием тело человека его мозг созданы из огромного объемной энергии во мне большая часть электричества энергия которая различается от человека к человеку то что создает человеческое я или душу для других созданий их души душу растения камня или животного работа мозга и смерть проявляются в свете мои глаза в юности были черными сейчас они голубые и с течением времени с дальнейшим развитием мозга они еще приблизятся цели цвет неба белый в мое окно однажды влетела голубка которую я кормил она хотела сообщить мне что умирает из ее глаз струился свет никогда в жизни ни от одного создания я не видел столько света как из глаз той голубки работники вашей лаборатории поговаривают о вспышках света огнях и молниях которые появляются если вы злитесь или вам угрожает опасность это физический разряд или предупреждение о том что следует быть бдительным свет всегда был на моей стороне вы знаете как я открыл вращающиеся магнитное поле и индукционный мотор которые прославили меня когда мне было 26 одним летним днем в будапеште я наблюдал за закатом вместе с другом тысячи вспышек огня кружились тысячи пылающих красок я вспомнил фауста процитировал его строки и затем как в тумане я увидел магнитное поле и вращение индукционного мотора я увидел их в солнце персонал отеля рассказывают что во время молнии вы обычно закрываетесь в номере и разговариваете с собой я разговариваю с молниями и громом с ними на каком языке мистер тесла в основном на языке моей матери язык состоит из слов и звуков особенно в поэзии так что это подходит читатели нашего издания будут очень признательны если вы поясните это звук существует не только в молниях и громе он также возникает в трансформации яркости и цвета цвет может быть услышим язык состоит из слов что означает что он является звуками и цветами все громы и молнии разные у каждого свое имя я называю их именами тех кто был близок мне в жизни или тех кем восхищаюсь в яркости неба и грома живут моя мать моя сестра брат даниэль поэт иован иованович змай и другие люди из истории сербии такие имена как языки леонардо бетховен гойя фарадей пушкин и другие держатели горящего пламени и клубков молний и грома которые не смолкают всю ночь принося на землю драгоценный дождь сжигающие деревья и деревни эти молнии и громы ярче и могущественнее других они возвращаются я узнаю их из тысячи наука и поэзия для вас одно и то же это как два глаза у человека вильям блэйк считал что вселенная была рождена в воображении которая возрастала и которая будет существовать до тех пор пока земли не исчезнет последний человек воображение колесо с помощью которого астрономы были способны собирать звезды из всех галактик это энергия творения идентичной энергии света для вас воображение более реально чем сама жизнь она дает свет жизни с помощью него я питал свои мысли научился управлять эмоциями мечтами и видениями я всегда ценил то как я взращивал свой энтузиазм в течение жизни я провел много времени в экстазе это было источником моего счастья и помогала мне все эти годы находить работу которой хватило бы и на пять жизней лучше всего мне работается по ночам при свете звезд в тесной связи с существованием вы сказали что я как и другие создания являюсь светом мне это льстит но признаюсь что я не вполне понимаю это зачем вам так необходимо понимание мистер смит просто поверьте все есть свет в одном из его лучей судьба наций у каждой нации свой луч в этом огромном источнике света который мы видим как солнце и запомните нет человека который существовал бы и не умер он стал светом и в этой форме продолжает существовать секрет в том что частицы света возвращаются в свое первоначальное состояние это же воскрешение я бы лучше назвал это возвращением в более раннюю энергию я ищу способ сохранения человеческой энергии эта форма света иногда небесного света я еще этот способ не для собственной выгоды но во благо всех я думаю что мои открытия делают человеческие жизни проще и лучше настраивают людей на духовность и моральность вы думаете время может исчезнуть совсем нет потому что первая характеристика энергии такова что она трансформируется она находится в постоянной трансформации как облака однако возможно извлечь выгоду из того что человек сохраняет сознание после земной жизни в каждом уголке вселенной присутствуют энергии жизни одна из них это бессмертие которая находится вне человека и ждет его вселенная духовно как половина нас вселенная более морально чем мы потому что мы не знаем ее природу и как гармонизировать нашу жизнь с ней я ученый наука возможно самый удобный способ найти ответ на вопрос который постоянно преследует меня и заставляет гореть меня днем и ночью что это за вопрос как заблестели ваши глаза я всегда хотел узнать что происходит с падающей звездой когда заходит солнце звезды падают как пыль или семена в этот или другие миры а солнце рассеяно в наших умах в жизнях многих существ которые будут перерождены как новый свет или космический ветер разбросаны в бесконечности я понимаю что это должно быть включено в общую структуру вселенной дело в том что каждая из этих звезд каждая из этих солнц даже самая маленькая сохраняется но мистер тесла вы осознаете что это необходимое включено в порядок мира когда человек становится осознанным его высшей целью должно стать устремление за падающей звездой в попытке поймать ее он должен понимать что так ему была дарована жизнь и что она будет сохранена когда-нибудь станет возможным ловить звезды и что случится тогда создатель засмеется и скажет они всего лишь падают так что можно устремляться за ними и ловить их а это не противоречит космической боли о которой вы столь часто упоминаете в ваших работах и что это космическая боль нет потому что мы на земле это болезнь о которой подавляющее большинство людей не осведомлены и которая порождает многие другие заболевания страдания нищету зло войны и все остальное что делает человеческую жизнь такой абсурдной и ужасной эта болезнь не может быть полностью вылечена но осознанность делает ее менее сложной и опасной каждый раз когда кто-то из моих близких и любимых людей был ранен я чувствовал физическую боль это потому что наши тела созданы из похожего материала и наши души связаны неразрывными нитями неосознанная грусть которая охватывает нас иногда означает что где-то на другой стороне планеты ребенок или щедрый человек умер вся вселенная иногда пребывает в определенных периодах болезни от самой себя или от нас исчезновение звезды или появление кометы воздействует на нас больше чем мы можем себе представить взаимоотношения между жителями земли еще более сильны от наших чувств и мыслей цветок может заблагоухать особенно сильно а может и вовсе замолчать мы должны постичь эти истины чтобы выздороветь лекарство находится в равной степени в наших сердцах и в сердце существа которое мы называем вселенной в январе Продолжение следует...